Региональные связи – приоритет экономического развития Кыргызстана. К такому мнению пришли правительственные чиновники, депутаты парламента и экономисты, которые провели в Бишкеке общественную консультацию в дальнейших планах республики по расширению внешних торговых связей производственной кооперации. Локальное сотрудничество и тесная интеграция с соседними государствами зачастую важнее глобальных проектов. СНГ, торговля с европейскими странами и Китаем, безусловно, важны для Кыргызстана. Но базой для расширения производства и числа контактов является прежде всего региональное взаимодействие. Чем лучше и оживление торговли с соседями, тем больше возможностей для того, чтобы аккумулировать средства для развития бизнеса и расширения рынков сбыта. Для Кыргызстана эта проблема до недавнего времени была тесно взаимосвязана с политической стабильностью. В политике у нас достигнута стабильность. Прошедшие последние выборы президента, открытые, прозрачные, честные, показали, что митинги ушли в прошлое. У нас без всяких митингов. Если какие-то споры есть, они спорят в парламенте. Что касается кыргызско-казахских отношений, они именно благодаря действиям нового президента Джембекова Саврумбай Шариповича налажены. Сегодня машины беспрепятственно проходят. Соблюдение требований Евразийского экономического союза – общепринятое обязательство. Кыргызстан в этом объединении достаточно недавно. Однако уже успел почувствовать на себе, что союзные интересы, если и пересекаются с государственными, то не должны, по крайней мере, противоречить друг другу. К примеру, каждая из государств ЕС имеет право на определенный объем реэкспорта. Причем условия подобной торговли достаточно тщательно описаны. Впрочем, если возникает недопонимание, можно прибегнуть к оперативным мерам. Например, как это сделано на кыргызско-казахской границе во избежание контрабанды товаров. Что касается тройных постов трех сторон, такой практики действительно в рамках ЕС нет. Но это не означает, что ее и не должно быть. Если есть какие-то шероховатости, их надо решать. И если ЕЭЭК, Евразийская экономическая комиссия выступает, готова выступить в качестве арбитра, это надо пользоваться. То есть реалии жизни, они должны диктовать изменения в правовые нормы ЕЭС. Сейчас на рассмотрении парламента находится таможенный кодекс Евразийского экономического союза. До последнего момента особых претензий к документу со стороны кыргызских депутатов не возникало. Факт, который говорит о том, что евразийская интеграция в стране рассматривается как приоритетный вектор развития. Еще одно обстоятельство, которое указывает на то, что Кыргызстан стремится установить добрые отношения с соседями, это налаживание тесных взаимосвязей с Узбекистаном. Президент Кыргызстана Сурумбай Джеймбеков направился в эту страну с официальным визитом. И, как ожидается, он будет весьма плодотворным, особенно в плане экономического сотрудничества. Бакачир Машев, специально для Хабар-24, Мишкек, Кыргызстан.